Анна Герцовская Есть штрафы. Рязанцев штрафуют за стоянку на оплатных парковках, не имеющих должного оснащения. Автобусы, переданные в Рязань из Москвы, начали выходить на тестовые маршруты. Прослужить они должны не менее пяти лет. Что входит в оплату ЖКХ? О ситуациях, когда жители платят за несуществующий в их доме лифт. Сдай кровь и спаси жизнь. Рязанские студенты стали донорами. И о предстоящей лыжне России, которая состоится в грядущие выходные. Обо всем в нашей программе. Не успели утихнуть старые споры о платных парковках, как ситуация заиграла новыми красками. На этот раз пострадал Рязанец, который оставил свой автомобиль на платной парковке, не зная о том, что она платная. По его словам, на месте не были установлены соответствующие дорожные знаки. Как поступать в такой ситуации, выяснял Валерий Седов. Не работающие паркоматы, неубранная территория и отсутствие знаков. Это только часть проблем, с которыми может столкнуться водитель на платных рязанских парковках. По одной стороне улицы Радищева буквально через каждый метр установлены знаки, говорящие о том, что стоянка автомобиля здесь платная. А если перевести свой взгляд в другое направление, то водителя ждет сюрприз. Никаких указателей нет. К тому же из-за плохой уборки парковочных мест невозможно заметить и разметку. Жертвой такой невнимательности может стать любой. Я припарковался два раза на платной парковке. На одной парковке по улице, пожалуйста, на второй парковке, по улице Радищева 42, даже в вечернее время. Когда уже солнце не светит, собственно говоря, не видно никаких указателей, особенно, что парковка платная. Результат такой невнимательности – штраф на 2000 рублей. По 1000 за каждую парковку. Правда, качество фотографий на бумаге оставляет желать лучшего. Да и сам документ с виду не очень похож на официальную бумагу. Тем не менее, штраф оплачивать придется. По словам Павла, во всем виновата только его невнимательность. Я, как бы сказать, не против заплатить за хорошую парковку деньги, потому что мне абсолютно не жалко 20 рублей в час. Я буду очень счастлив, если я приеду в город, замечу знак, здесь будет стоять какой-то там шлагбаум. Я отдам 20 рублей или кину их в монетоприемник. И спокойно сделаю свои дела, вернусь, сяду в свой автомобиль и поеду дальше. Юристы же говорят обратно. Бороться с платными парковками можно. Отсутствие дорожных знаков, неубранный снег на дорожной разметке – этих факторов может быть достаточно. Судиться Павел не будет. Он лишь предупреждает рязанцев о том, что необходимо быть предельно внимательными в том случае, если вы оставляете свой автомобиль на стоянке. Ведь может случиться так, что за один час придется заплатить 1000 рублей. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сотрудники автоколонны 1310 начали стажировку на московских автобусах. Все 20 машин уже поступили в Рязань. И первый из них уже выехал на 17-й маршрут. Именно на нем необходимо заменить большое количество старых икарусов. На смену им пришли автобусы МАЗ-107. Водители должны пройти переквалификацию для езды на этих машинах. На каждую модель, которая приходит на предприятие, у нас предусмотрена стажировка водителей, переподготовка. На данную модель это 34 часа. Вот 2 часа теоретических и 32 часа практических, которые все экипажи пройдут, каждый водитель по 32 часа, переподготовку с водителями-наставниками, те, которые люди их принимали в городе Москве, которые тестировали во время движения, поскольку у нас все машины пришли оттуда своим ходом. Это обязательное требование для тех водителей, которые работают на регулярных маршрутах в городе. Кроме того, все автобусы, предназначенные для Рязани, проходят техосмотр и техподготовку. На сегодняшний момент практически 15 машин у нас готовы к выходу на линии. Мы сейчас подводим итоги их технического состояния, заканчиваем. И в процессе работы, как только будут все машины у нас готовы и зарегистрированы, мы их будем планировать уже по выпускному маршруту. Автобусы, приехавшие из Москвы, были выпущены, начиная с 2006 по 2009 годы. По предварительным подсчетам, они должны прослужить еще как минимум по 5 лет. Будем верить, что новые машины принесут удобство и комфорт жителям нашего города. Анна Герцовская, телекомпания «Город». Оплачивая услуги ЖКХ, мы не всегда понимаем, за что конкретно платим деньги. Бывают ситуации, когда в квитанциях значатся услуги, которые не оказываются жильцам. Ну, например, обслуживание несуществующего лифта в пятиэтажном доме. Или же мы отдельно оплачиваем те работы, стоимость которых уже и так включена, к примеру, в плату за общедомовые нужды. Как разобраться в платежных документах и стоит ли бороться за свои права, выяснял Валерий Седов. Несколько месяцев шло судебное разбирательство ТСЖ «Аметист» против собственника квартиры. Исковые требования были предельно понятными. Взыскать собственника долг по оплате домофона, за использование кладовой на техническом этаже, а также оплату потерь и утечек. То, что показалось обычным жителю дома, смутило юристов. И тогда началась настоящая борьба с представителями ТСЖ. Судебное разбирательство закончилось. Суд признал незаконные требования правления, которые хотело, по сути дела, обогатиться за счет конкретного собственника квартиры. Руководство ТСЖ попыталось оспорить решение суда. Однако оно осталось в силе. Такой случай еще раз доказывает, что слова специалистов верны. Сфера ЖКХ действительно является одной из самых прозрачных в экономике. Опытные юристы могут привести не один пример, когда управляющая компания взымает платежи за несуществующие услуги. К тому же в платежном документе один и тот же платеж может дублироваться. В 2014 году принята примерная форма платежного документа, которая предусматривает передачу вам до того, как вы понесете деньги. У нас же все происходит в Рязани наоборот. Вы думаете, сколько вам отнести в КВЦ, в бухгалтерию управляющей компании или в товарищество собственников жилья, где платежи делаются неправильно. И по приходу вам говорят, вот с вас 3 тысячи, с вас 4 тысячи. А первичную форму платежного документа у нас в Рязани, как правило, никто не получает. Уже упомянутая ТСЖ такую форму в суде не предъявила. А попытка осудить человека за те платежи, которые он делать не должен, закончилась ничем. Это еще раз доказывает, что бороться за свои права можно и нужно. Тот, кто, просмотря этот сюжет, понимает, что он также обманут, что он должен делать, советы такие. Если с вас берут деньги с домофон, вы можете вернуть их за три последних года. Я не говорю, что платить не надо за домофон. Дело в том, что домофон является общедомовым имуществом и его оплата включена в содержание жилья. Вопросы у жителей домов также вызывает и строка в платежном документе под названием «Общедомовое имущество». Юрист рассказал нам, что туда входит. «Общедомовое имущество – это все, из чего состоит весь дом. То есть это крыши, чердаки, подвалы, лифты, лестничные клетки, уборка, лампочки, которые меняются, обрезка деревьев, в летний период там побелка стволов, поливка газонов. Вот все это должно быть включено в смету, которую утверждает общее собрание с собственником на квартирного дома». Специалисты отмечают, что за последнее время люди стали юридически грамотнее, чем раньше. Сейчас куда больше людей обращается в суд и не боятся отстаивать свои права. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». С 1 января 2017 года на территории Российской Федерации вступил в силу федеральный закон о государственной кадастровой оценке, который внес изменения в правила проведения массовой кадастровой оценки и оспаривания ее результатов. В соответствии с новым законом государственную кадастровую оценку будут проводить не частные оценщики, а специально созданные в каждом субъекте Российской Федерации бюджетные учреждения. Об одном из них расскажет Валерий Седов. Теперь узнать кадастровую стоимость земельного участка станет гораздо проще. К тому же появление нового закона о государственной кадастровой оценке исключает и возможные ошибки в оценке стоимости. Основные моменты закона заключаются в следующем. Во-первых, Российская Федерация придает этому более открытый механизм, позволяющий гражданам, юридическим лицам не ждать окончания этой оценки кадастровой, когда уже есть результаты, и мы видим уже готовый итог. А именно на стадии подготовки к проведению кадастровой оценки, на стадии самой кадастровой оценки попытаться понять, как это рассчитывается, может, такое громкое слово, повлиять в том числе на эту кадастровую стоимость. В целях реализации закона в 2017 году в Рязани был создан Центр государственной кадастровой оценки. На организацию возложена и функция по сбору, обработке, систематизации и накоплению информации, которая необходима для определения кадастровой стоимости. Впервые в законодательстве появилось понятие «подготовка к проведению государственной кадастровой оценки». Это одно из самых главных изменений, ведь именно неполная или неправильная информация становится причиной жалоб от собственников. Теперь сотрудники Центра государственной кадастровой оценки собирают куда больше сведений о самом объекте оценки, рыночную информацию и ценообразующие факторы. Ценообразующие факторы – это фактически множество обстоятельств по населенным пунктам. Удаленность от центра субъекта, удаленность от дорог, то есть наличие близ земли каких-то социальных объектов – школы, больницы. Очень важным фактором является обеспеченность коммунальными услугами, то есть коммунальной инфраструктурой. Здесь тоже очень много нюансов. И самое главное, что вся эта информация, которую мы уже в течение этого времени накапливаем, мы получаем абсолютно из различных источников всю эту информацию. Благодаря новому закону у правообладателей появилась возможность самим повлиять на кадастровую стоимость, потому что появился предварительный этап по формированию кадастровой стоимости. Сначала будет публиковаться промежуточный отчет. Мы планируем публикацию промежуточного отчета на конец первого и начало второго квартала текущего года. Что это дает? Это дает в течение определенного времени всем заинтересованным лицам ознакомиться с этим отчетом и предоставить свои замечания. Данные замечания напрямую предусмотрены законом и есть даже определенный порядок рассмотрения. По словам Андрея Ульянова, это снизит количество ошибок при определении кадастровой стоимости. Центр государственной кадастровой оценки начал функционировать в 2017 году. Первый этап его работы – это оценка земельных и водных объектов. Плюс основной в том, что вся эта информация накопленная, поскольку мы подвеносны правительству Рязанской области, а в частности Министерству имущественных и земельных отношений, фактически эта информация будет не только накапливаться, но и храниться. И также будет возможно ее использовать уже при дальнейшей работе с другими объектами. Так, в следующем году, уже на 2019 год у нас запланирована оценка лесного фонда, промышленности, охранного фонда. Поэтому здесь все данные, которые сегодня получены, они не будут пустыми, они будут очень важны и при оценке в последующем. Новый порядок проведения государственной кадастровой оценки позволит сделать саму процедуру прозрачнее, чем раньше, а также сохранить и классифицировать всю необходимую информацию. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Помочь другому спасти жизнь. С такой мыслью идут на сдачу крови большинство доноров. На этот раз свою ответственность и способность помогать другим проявили рязанские студенты. Благодаря этому можно говорить о том, что наша молодежь становится все сознательнее. А здоровый образ жизни вошел не только в моду, но и вышел для многих на первый план. По словам работников областной станции переливания крови, в последнее время все чаще доноры к ним приходят организованными группами. Это могут быть коллективы различных предприятий или же, как сегодня, студенты. Около 40 человек, учащихся строительного колледжа, совершенно осознанно решили сдать кровь. Правда, мотивация у всех была разной. В первую очередь помочь, наверное, людям, а во-вторых, дали два выходных. Может, кому-то это спасет жизнь. У меня было желание узнать свою группу крови. А вот еще раз боешься? Да. Мне теперь хочется этот донор России значок получить. До заветного звания парню еще очень далеко. А вот Маргарита, руководствуясь примером отца, который является почетным донором, вот уже на протяжении года сдает кровь регулярно. В этот раз она предложила своим сокурсникам составить ей компанию. Было очень приятно, когда мы повесили объявление, и один за одним ребята писали, приходили, подходили ко мне. И было очень здорово осознавать то, что молодежь неравнодушна к проблемам общества и в любой момент готова прийти на помощь. Студенты строительного колледжа хотели бы стать примером для подражания. Ведь таким образом они не только помогают людям, но и пропагандируют здоровый образ жизни. Ведь только действительно здоровый человек может стать донором. Для того, чтобы стать донором, конечно, нужно иметь хорошее здоровье. Это раз. Это в первую очередь инфекционные заболевания, которые передаются через кровь. Контакты или в семье кто-то болел желтухами. То есть это гепатита А, В, С. Сифилис, ПИД – это является абсолютным противопоказанием. Ну и имеется и временное противопоказание. Например, когда человек сейчас операцию сделал, это через год. Например, гриппом переболел, это через месяц он придет. Или какие-то лекарства принимает. Например, через две недели после приема лекарственных препаратов. То есть имеются ограничения абсолютные и относительные. Также кровь не берут у тех, кто весит менее 50 килограммов. Ведь средняя физиологическая доза крови, которую сдают доноры – 450 миллилитров. За год женщины могут сдать донорскую кровь 4 раза, мужчины – 5. Сделать это можно в любой день, кроме выходных, с 8 утра до часу дня. А буквально 7 и 8 февраля в Рязани пройдет очередная акция безвозмездного донорства «Река жизни». На этот раз ее посвятят Международному дню больного человека и Дню детей, больных раком. Доноров ждут на двух площадках – в областной станции переливания крови и в отделении переливания крови в ОКБ. Напомним, кровь могут сдать только здоровые люди старше 18 лет. Ирина Ковалева, Роман Вихров, телекомпания «Город». Снег, лыжи и радость спортсменов – одно из самых долгожданных спортивных событий зимнего сезона этого года «Лыжня России» состоится уже в эту субботу. 6 февраля стартовала регистрация участников. В Министерстве спорта рассказали об основных моментах организации соревнований. Каждый год всероссийская массовая лыжная гонка собирает несколько тысяч участников. В этом году на массовый забег выйдут уже в 36-й раз. Соревнования «Лыжня России» проводятся с 1982 года и являются самыми масштабными по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Мероприятие стало традиционным. На территории Рязанской области оно проводится с 2005 года. Впервые в этих мероприятиях участвовало около 3000 человек. С каждым годом количество участников растет. И с 2015 года это мероприятие стало проводиться в другом формате в нашем регионе. Мы стали проводить ее как на территории муниципальных образований, так и основное мероприятие – это здесь, на территории Рязанского района, где участвуют представители всей Рязанской области. Масштабное мероприятие пройдет одновременно в 72 регионах России. Ожидается, что в этом году, 10 февраля, на старт выйдет около 10 тысяч человек. Это любители и профессионалы сразу в 22 муниципальных образованиях региона. Центральный же старт лыжни состоится на лыжной трассе в спортивном комплексе «Алмаз» в районе поселка Ворске. Старт гонки в 12 часов. Три дистанции – это 5 километров, 10 километров и традиционная ВИП-гонка, посвященная 2018 года, 2018 метров. На дистанции 5 километров участвуют юноши и девушки 2000 года, годов рождения и моложе. На дистанции 10 тысяч метров, 10 километров – это мужчины и женщины 1999 года и старше. ВИП-забег состоится после старта основного забега на 10 и 5 километров. В зоне стартового городка будет организована развлекательная программа, спортивные конкурсы и эстафеты, снежные забавы, полевая кухня, а все желающие пройдут тестирование ГТО. «Трасса подготовлена в соответствии со всеми стандартами и при том количестве снега, который есть. Мы вчера там были, а сегодня там опять был. Трасса в хорошем состоянии, достаточно нагадом нас. Погода, по крайней мере тот прогноз, который на сегодняшний день есть, будет минусовая с небольшим снегом, что создаст нормальную нам хорошую праздничную атмосферу. И я думаю, что наша важная Россия, как всегда, пройдет на самом высоком уровне». Зарегистрироваться на гонку уже можно. Комиссия по допуску и регистрации спортсменов будет работать до 9 февраля по адресу улицы Ленина, 35. Каждый участник соревнований должен предоставить в комиссию по допуску следующие документы. Паспорт, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача. До места соревнования в субботу 10 февраля можно будет добраться на специальных автобусах бесплатно с площади Театральной. Алена Куколева, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». На этом у меня все. Вы можете следить за новостями Рязанского региона на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Рязанского региона